МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пишите, товарищ милиционер? Пишу. Пишите. Меня пытались убить. Причем не просто убить, а травить. Покушение на милиционера – это серьезно. Да не пыталась я его отравить. Откуда же я знала, что в этих пельменях фарш просроченный? Вот подозреваемая не отрицает факт попытки убийства. Использовав просроченный фарш как орудие возмездия... Это коварно. ...пыталась избавиться от любимого зятя. Вот, пожалуйста. Ой, сейчас, секунду. Ой, 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 ой. Сейчас, 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 сейчас. Так а доказательства есть? Конечно, есть. Куча доказательств. Целый день бегаю и делаю эти кучи доказательств. Так и запишем. Куча неоспоримых доказательств. О-о-о, сейчас пойду, расширю доказательную базу. Эх. Ой. Так что светит этой женщине за покушение? Ну тут лет десять, не меньше. Мало. Какое покушение? Да я сама лично ела эти пельмени, и со мной все нормально. Да? Да. Может, докажете? Докажу, давай. Ну давай, берите. Беру. Да дай сюда. Организм этой женщины может переварить все, что угодно. Даже мышьяк и саморезы шестьдесятку с дюбелями лично проверял. Как ты гад. Чтоб я хоть раз еще тебе что-нибудь приготовила. Да не в жизнь. Ё-моё. Ох. Ты говорил, у тебя брат сантехник? Да, а что? Хорошо. Потом. Я предлагаю назначить наказание этой женщине пятнадцать суток с поеданием только ее пельменей. Это произвол, я протестую. И что я здесь буду делать одна? А вот за это вы, женщина, не переживайте. Одна вы там не будете. Завтра к вам моя жена присоединится со своим борщом. Бедная девочка. А мы переходим с тобой на лечебное голодание. Правильно. Надо это дело обмыть. Промыть. Да. Сегодня на рыбалке. Ой. Дело. Погнали. Откройте волки позорные. На троих. Вот ты говоришь, айфон 7, айфон 7. Вот. Вот этим телефоном я орехи колол. Да ладно. Грецкие. Кокосовые. Вот так вот. Беру и. Здрасте. Здрасте. Ребята, мне нужно быстро пройти таможню. Быстро. Цель поездки? Нужно свалить побыстрее со страны. Я не понял, вас что ищут? Пока нет, но через неделю начнут. Давайте быстрее, мало времени. А запрещенные что-то везете, оружие, наркотики? Все есть оружие, наркотики. Вы что, серьезно? У меня там времени нету. Действительно, оружие, наркотики и деньги. А денег много? Здесь налом 300 тысяч. На счету где-то 5 граммов евро. Ну, верю на слово, пересчитывать не будем. Паспорт, пожалуйста. Счастливой дороги. Спасибо, до свидания. До свидания. Э, 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 ты, 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 ты чего его отпустил? Его же арестовывать надо. По закону нельзя его сейчас арестовывать. А когда можно? Обычно через неделю после прохождения таможни депутатскую неприкосновенность снимают. Вот тогда и будем его брать. Не волнуйся, схема отработана. Так, короче, слушай, вот этим телефоном я один раз самолет сбил. А что ты говоришь? Ну, ладно, не самолет, а дирижабль. Ты нашел опять наркотики, да? Да. А, собака, что ж не делишься? Давай. А вот шестерочка. На девять. А девяточка. На больницу. На хера так делать? Что, перегрухались, да? Здорово, пацаны. Здорово. Здрасте. Что, здрасте? Забор покрасьте. Где уважение к клиенту? Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на наше СТО. Другое дело. Присаживайтесь, братва. Короче, тема такая. Вот эту тачку надо как-то по-особому обделать. Тюнинг, шмонинг там. Поподробнее можно? Ну, шо поподробнее. Вот надо, шоб я вот так ехал, а меня вокруг все уважали. Понимаешь? Так это вам надо другую тачку покупать. Ты думаешь, я баран, шо ли? Я синкрасен, шо другую тачку. Так нельзя ж светиться. Налоговая сейчас, знаешь, как дрючек. Я вон налоговой пока объяснил, что у меня сынок учится в Лондоне только потому, шо хорошо сдал ЗНО. О, прикол, да? Прикол. Ну. Про тачку рассказывайте дальше. Ну шо, короче, надо, чтобы конкуренты боялись. Ага. И шо, бы вот если я, допустим, приехал на работу, ну там, точку какую-то отжать, шо, бы народ не обращал внимания и не кипишевал. Ага. Хорошо. Сделаем. Приступайте. Э, а деньги? А, не вопрос. Сейчас. Во. На двоих вам. Тебе и тебе. Да ладно, не ссытите, она учебная. Короче. Блин. Не учебная. Ладно. Это все приколы. Вот это аванс. Работайте. Ну, самоделкины, давайте удивлять. Та-та-ра-та-та-та. Движение по городу без ограничения скорости. Более того, все дорогу уступать будут. Можно трендить. За рулем по телефону них за слово даже не скажет. Повышенный уровень уважения. Дополнительная возможность борзеть и беспределить. Можно прессовать людей прямо на улице. И будет пофиг. Интрига бешеная. Ну, давайте. Рубанная дробь. Прикол. Ментовская тачка. Ага. И шо, и люстра рабочая? Естественно. Ага. Натуре. Мы даже рацию на волну братвы настроили. Да ладно. Да. А ну. Лысый косому. Лысый косому. Едем на отжим ритуалки на северное. Как понял? Пацаны, пацаны. Я в теме. Блин. Красавцы самоделкины. Красавцы. Зайчайте еще. Ага. Ага. На троих. Итак, истица. Слушаем вас. Ваша честь. Я утверждаю, что ответчик нарушил шестой пункт седьмой статьи Семейного кодекса Украины. Пожалуйста. Ваша честь, я протестую. Протест принимается. Ответчик, продолжайте. Согласно этому документу, у нас все было оговорено четко по пункту второму, той же седьмой статьей Семейного кодекса Украины. Пожалуйста. Хорошо. Тогда я предъявляю документ со всеми подписями ответчика, который подтверждает мои слова. Пожалуйста. Ваша честь. Попрошу. У меня есть документ, где все эти вещи были оспорены от 25 мая, так как не имели под собой юридической силы. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Тогда я предлагаю перейти к третьему пункту четвертой статьи Семейного кодекса Украины. Пожалуйста. Я смотрю, вы забыли про статью 274. Вот, пожалуйста, все показания от 27 мая. Подождите. Истица, напомните-ка мне свою фамилию, имя и отчество. Елена Петровна Блудова, адвокат. Теперь вас, ваш ответчик. Сергей Николаевич Блудов, юрист. Ага. Значит, вы муж и жена. Да. Продолжаем премию. Итак, согласна? Потому что вы нарушили конвенцию о правах ребенка. Это я нарушил? Да, и я могу это доказать. Пожалуйста. Вот. А еще я могу вызвать свидетеля, нашего сына. Остановитесь. Елена Петровна, Сергей Николаевич. Смотрите. Все очень просто. Мусор из вашей квартиры вынесен. Я претензий не имею. Аналогично. Считаю дело закрытым. Теперь я предлагаю перейти к делу. О мойке посуды. Вы что, издеваетесь, что ли? Я здесь полностью не виновен. И это я могу доказать документами. Пожалуйста. Вот. Чашка из-под чая вымыта. Документ официальный. Там и фото приложено. Вот. О том, что борщ был приготовлен некачественно. Борщ тогда приготовила твоя мать. Моя мать? А что в это время делала твоя мать? Хватит! На завтрашнее заседание вызываю вашу мать и вашу мать. Вашу мать. Какие красивые девушки. А куда путь держим, красавица? Девчонки, ну подождите. Ну подождите. Давайте. Давайте знакомиться. Меня Олег зовут. Яна. Очень приятно. Викуся. Викуся. А какая у вас фамилия? О, а мне нравятся любознательные девушки. Олег Петрович Иваница собственной персоной. О, а какого вы года? А, это сходимся ли мы по звездам. 26 апреля 78 года. Подходит? А прописаны где? Так. Это к вам или ко мне. Рокоссовского 18, квартира 3, но вход только красивым девушкам. Как вы. Олег Петрович. Олег Петрович. А вот вам, пожалуйста. А вот эти... А что это такое? А это штраф за парковочку в неположенном месте. Вот так. С указанием фамилии, имени, отчисла, год рождения, прописочка и государственные номера. А если вы не заплатите штраф, то на улицу Рокоссовского, 17, квартира 3, придет повестка в суд. Что, простите? Говорю, супер, что скидка за быструю оплату. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Викузька, а вот если бы мы еще юбки надели, мы бы за день сделали месячную норму. На троих. Где он? Где он, я тебя спрашиваю? Саша, кто он? Любовник твой. Ты что думаешь, если я, как обычно, по пятницам задерживаюсь на работе с мужиками? До субботы. Так все? Где он, я тебя спрашиваю? Где? Так. Пораньше с дачи пришел, да? Хорошо, я поняла. Где она? Кто она? Ну она, она твоя любимая. Где? Какая любимая? Ты что думаешь, я не знаю, с кем ты мне по пятницам изменяешь? А? Где бутылка? Ян, да при чем тут бутылка? Да потому что ты с ней мне изменяешь. Где она? Я тебя спрашиваю, а? Где он? Где она? Где он? Где она? Он где? Балкон. Саша, ты в никого нет? О, Яночка, там точно ничего такого нет. Я вам больше скажу. Там никого и ничего нет. Я лично проверил. А по-моему, и то, и то нашлось. Ты кто такой? Я так подозреваю, как и ты любитель этого. Не, не, не. Я профессионал. Милый, я тебе сейчас все бисю. Яночка, не надо ничего объяснять. Такой сюрприз. Собутыльник? На там. Пойдем. У меня на кухне еще есть. Да? Ага. Я там за мукой спрятал. Она все равно ни хрена не готовит. Пойдем, пойдем. Саш, Олег. Блин, какая-то неправильная пятница. Яна, третий будешь? А я, наверное, себе уже третьего заведу. Ладно. Наливай. Вы не плачьте, Анжелика Викторовна. Вы лучше мне объясните, почему у восьмого А-класса по украинскому языку все двойки. Я понимаю, что у Гаджиева и у Горидзе это не родной язык, но у Улитка, Глушенко, Шемченко. Надежда Константиновна, вот честное слово, я не проверяла эти тетрадки. Я утром проснулась, а оценки уже стоят. То есть вы считаете, что кто-то за ночь из коллег взял и проверил ваши тетради? Бесплатно, да? То есть вы работаете не в школе, а в сказке? Не знаю. Ну, я могу предположить, что я после первого рабочего дня так переволновалась, что проверила их и забыла. А может быть вы не переволновались, а переотмечались, а? Я вообще не пью. Да. Ну, знаете, трезвый человек такие комментарии не напишет. А что там написано? Трезвый человек вряд ли прочитает. Ой. Кажется, я знаю, кто нам может помочь. Алло, Дмитрий Иванович, дядь Митя, срочно зайди ко мне. Без повода. Бегом. Так, я сразу говорю, в полиции обознались, витрину разбил не я, а кто-то просто на меня похож. Ну, такой тип лица, все всегда путают. Да с полицией мне никто не звонил. А, понял, поторопился. Но когда позвонят с полиции, вспомнили не те мои вот эти слова, я могу уже забыть. Дядь Митя, помоги разобраться, что здесь написано. Читать я люблю. А, эту ерунду я уже читал. Как читали? Бездарность, бездарность. Целый класс двошников. Чему ты их там учишь, они понимают. А, кажется, я знаю, кто этот бескорыстный алкоголик, который тетради проверял. Колись, дядь Митя, ты восьмому от двоек понаставлял. Не буду скрывать, это я вчера, находясь в состоянии глубокого раздумья, я забрел учительскую и решил посчитать творения молодого поколения. И что я там узрел? Кошмар. Слово в слово друг у друга посписывали. Ни одной своей мысли. Вот как под копирку. Да в наше время за такие сочинения кол ставили. А я пожалел детишек, пожалел, поставил им в два раза больше. Дядь Митя, ты идиот. Почему? Потому что это было не сочинение, а диктант. Да? Да. О, как неудобно. Я извиняюсь, конечно. Такого больше не повторится. Я буду проверять внимательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, что-то в последнее время у меня с моей женою. Вот я то самое, вот это дело, и не получается. Я так понимаю, в постели. И в постели, и на подоконнике, и на кухне. Нигде. Нигде. Нигде не получать. Даже в сберкасте. Да вы что? А в сберкасте я обычно максимально возбужден. Понимаю. А тут вот это, вот это, вот, ну никак ее уйти. Никак, да? Ну никак ее уйти. А вот таблеточки, которые я вам выписывал? Ой, допил я эти ваши таблеточки. От них только давление повышается. И не в том месте. Ага. Да. Так. А вот в ванночке вы его вымакивали? Ой, и в ванночке вымакивали, и свечи эти ваши ставили. Ставили. Даже к бабке ходили. И этот, корень женщиня, вот, корень этот привязывал. Ага. Ничего. Ничего. Ничего я все. Ну, что я могу сказать? Ага. Возможно, причина не у вас. Возможно, причина вашей супруги. Что вы имеете в виду, это, это супруги? Ну, годы идут, мы не молодеем, теряем свою красоту, привлекательность. Может, и она как-то перестала интересовать вас в сексуальном плане. Вы знаете, вот, вот если честно, я на это стал сетовать уже. Ну, вот. Вот я так и подумал, что, скорее всего, в ней проблема. Скажите, пожалуйста, может, вы глянете ее, а? Давайте не будем, на этом остановимся. Ну, я, Егор, я в долгу не останусь, вы же знаете. Ну, ну, гляньте ее, вон она тут, ну, в калидоре. Хорошо, хорошо, давайте зовите ее. А, ой, спасибо, ой. Светлана Анатольевна, зайдите, пожалуйста. Сейчас. Да, Тигрен. Иди сюда. Это ваша жена? Да, моя старушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, я понимаю, 10 лет уже вместе, 28 лет уже человеку. Ну, понятно, что мне. Ну да, ну да. Вы знаете, просто глянуть этого будет, я думаю, недостаточно. Здесь нужно провести глубокое обследование. О, о. Вы, пожалуйста, подождите за дверкой. О, хорошо, хорошо, хорошо. Я же тебе говорил, что вся проблема в тебе, старуха. Ну что ж, пройдемте за ширму, так сказать. Да-да. Ну, ну как о, 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 обследование, а? Очень хорошо, спасибо. А? В результате, так сказать, обследования было выявлено, что требуется до обследования. О! Да. Я тебе говорил? Я тебе говорил, старуха! Более того, я предлагаю вам пройти курс терапии три раза в неделю. Да. Ага. Три раза в неделю. Вы, вы что, надо мной издеваетесь тут, а? Три раза в неделю. Ну, давайте пять раз в неделю, чтобы скорее ее вылечить. Ха-ха-ха-ха. Ну, пять так пять. Как скажете. За мной. Ну, ты гром. Дверь откроем. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова